Добрый день дорогие друзья, приветствую вас в Экономике Здравого Смысла, с вами Ярослав Романчук. Будьте с нами, подписывайтесь пожалуйста на канал Экономика Здравого Смысла с Ярославом Романчуком. И мы начинаем. Сегодня тема вертолетные деньги в Беларуси и на Западе. Александр Лукашенко в кои-то век оказался прав. Да, действительно на Западе были вертолетные деньги, действительно их напечатали триллионы, действительно их разбросали, раздали людям. И конечно же под прикрытием компенсации того, компенсации ковида и связанных с этим потери рабочих мест, потери дохода раздали и обеспечили резкий рост инфляции в Америке и странах Европейского Союза. И в итоге мы имеем инфляции у кого 8, у кого 9, у кого даже 15 процентов, там где когда-то была инфляция 2-3. И вы помните, как Международный валютный фонд, Всемирный банк говорили, как же нам сделать такую монетарную политику, как же нам сделать так, чтобы хотя бы инфляция была 2 процента, когда она была 1, когда она была 1,5 и даже была дефляция. Это дефляция, боятся центральные банки и мистерства финансов как огня, хотя на самом деле это нормальная корректировка цен, которые не нужно бояться, потому что хотя бы что-то нужно делать в пользу потребителя. Но потребитель у нас, как всегда, на заднем плане. Лег от Александра Лукашенко, говоря, что на Западе действительно исказили структуру цен, действительно довели до инфляции, и это сделали центральные банки и, подчеркиваю, правительство. Но обвиняя других в вертолетных деньгах, давайте посмотрим на того, кто обвиняет этот Запад, кто указывает на эти причины, рыльца в пушку у Григорьевича или нет. Смотрите на данные. Смотрим по тому, как увеличивается денежная база, как увеличивается активная рублевая денежная масса в Беларуси. Мы видим, если сравнивать 12 последних месяцев, то увеличение до 40%. 40%! Если бы столько вертолетных денег сделали бы в Америке и Европейском Союзе, то я думаю, что там инфляция была бы, ну, по крайней мере, 15-20%. Как в Беларуси, потому что в Беларуси рисует инфляцию 15-17%, но поскольку все цены жестко регулируются, настоящая инфляция заявляется зажатой, как пружина. А Лукашенко сам является активным сторонником вертолетных денег. Только в отличие от Америки и Европейского Союза, где раздают деньги тем малым предприятиям, которые потеряли возможность работать, тем людям, которые не могут выходить на работу, не могли из-за ковида, Лукашенко выделяет вертолетные деньги исключительно номенклатурным фаворитам. То есть там раздают деньги людям, в Беларуси раздают деньги номенклатурно-силовым фаворитам, которые эти деньги пускают в коммерческий аборт, и в том числе на валюту, и в том числе на экспорт, на импортные операции, и на другое, что приносит выгоду исключительно узкой группе людей. Так где вообще, понятное дело, вертолетные деньги, они везде плохие, потому что в результате мы имеем инфляцию. Но самый большой вопрос, кто от этой инфляции выигрывает, а кто от этой инфляции проигрывает, кто зарабатывает на этом. Вот если мы посмотрим на Запад, то там, конечно же, в выигрыше всегда крупные банки, которые слишком большие, чтобы панкротиться, крупные корпорации, правительство само, которое использует эти деньги, потому что великолепно выполняет свои долговые обязательства. А в Беларуси, конечно же, это потребители и распорядители чужого, которые работают в ЗАО Беларуси. У Лукашенко раздает вертолетные деньги, но летают они не над всей страной, не над каждым домашним хозяйством Беларуси, а летают они исключительно там, где живут люди, указанные Александром Лукашенко. Там, где живут генералы, там живут красные директора, там, где живут крышующие и другие структуры, инфраструктурные, логистические, банковские и другие бароны. Ну, конечно же, аграрные, конечно же, строительные. И вот эти ребята, конечно же, являются бенефициарами инфляции. 3% населения получает выгоду за счет 97%. И почему-то Лукашенко не говорит об этом. Почему-то он все обвиняет только Толцин. Глава Национального банка обвиняет Национальный банк, Центральный банк Англии. Лукашенко вот наехал на Европейские центральные банки, на ФРС. Ну, вот это как раз тот случай, когда в чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь. И это, конечно же, нам еще один пропагандистский урок, который необходимо выучить, слушать Александра Лукашенко и пытаться найти там какие-то смыслы, бесполезно. Не нужно, да, Запад делает какие-то свои ошибки, но те ошибки, которые делает Запад, это цветочки по сравнению с теми ошибками, грубейшими провалами, которые делает Александр Лукашенко. И даже если мы посмотрим на статистику последних 15-18-20 лет, среднегодовая инфляция в Беларуси составила порядка 13%. Среднегодовая инфляция на Западе за это время, с учетом того, что мы имеем сегодня, ну, будет 2%, 2,3%, 2,5%. Так кто работает качественно? Вертолетные деньги и центральные банки Запада Америки, либо Беларуси? Давайте честно ответить на этот вопрос. Качественной работы сегодня нет ни там, ни где, но в то время, как ты нарушаешь, в Беларуси нарушают там радикально все законы и за всю историю Беларуси никогда еще не обеспечили стабильную денежно-кредитную политику. В Европу Америка нарвалась на собственные ошибки и сейчас будет их исправлять. Уже исправляет, потому что ставки процентные повысились, уже будут повышаться и в течение года 2-3 инфляция будет меньше 2%. Да, дорогая ошибка, да, Запад за это заплатит экономическим ростом, друзья, но если в Америке в 2021 году ВВП на душу населения был почти 70 тысяч долларов, даже если он будет 60 и даже 55. Это ни в какое сравнение не идет с тем, что есть в Беларуси, потому что в Беларуси удержаться в районе 7,5 будет крайне проблематично. Время расплаты за социалистический эксперимент наступает, и это время болезненно ударит по нашим с вами карманам. Спасибо большое за внимание в экономике здравосмысла. Будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Живи Беларусь, слава Украине!